Протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Претича в Сокольниках, писатель, публицист, миссионер. Отец Олег, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим о притчах евангельских. И, наверное, начнём с того, что разберёмся вообще, что такое притчи. Люди, которые открывают Евангелие, с этим термином постоянно сталкиваются, с самими притчами, с текстом. Но что это такое? Мы понимаем, о чём там говорится, и понимаем ли. Мы тоже, наверное, сегодня об этом поговорим. Но вот что это за жанр такой притчи? Притча по-еврейски «агада» от еврейского глагола «агет» «рассказывать» входит в число древнейших и интереснейших памятников культуры, литературных памятников. Это составная часть Евангелия, Мишны, Талмуда, который последний также включает Галаху, законодательную часть гражданских и уголовных норм иудейского общества. Но в отличие от Галахи, «агада» содержит толкования, народные сказания, притчи, нравственные, поэтические, поучения, жизненное рассуждение, сведения, даже из разных областей знаний и домыслов, былины, как бы сейчас сказали. И, собственно говоря, это был очень распространённый такой жанр. Где-то во II, в III веке создавались даже отдельные сборники вот таких медрашей, притч на книгу «Бытия», на другие какие-то книги. И притчи мы обнаруживаем как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Причём в Ветхом Завете иногда притча, она имела постановочный характер. Например, чтобы вернуть Авесолома к его отцу Давидову, военачальник Иаф велел одной женщине пойти и разыграть целый спектакль. Что вот якобы, вот у них такая ситуация, один ребёнок погиб, а другой остался, но все хотят его найти, отомстить, он убил брата, а под конец выясняется, что речь идёт вообще о Давиде. А перед ним это разыгрывается такой спектакль. То есть это некое такое действие. Потом многие пророки, они совершали такие символические действия. Один пророк, например, лежал на одном боку длительное время, потом на другом боку длительное время. А когда люди спрашивали, «А зачем ты так поступаешь?» Он начинал им объяснять. Поэтому в притче есть элемент игры. В литературном смысле притч – это всегда игра слов, потому что она отталкивается от какого-то известного библейского текста, и тема этого текста, она разыгрывается. Если говорить в целом, какое место жанр притчи занимает ветхозаветной традицией, в ветхозаветной традиции есть такое понятие, как парадес. Это четыре уровня понимания и толкования ветхого завета. Но на самом деле парадес – это аббревиатура слова «сад». Имеется в виду фруктовый сад, где можно найти каждому на свой вкус какие-то фрукты. И четыре уровня. Первый – это пшат – простой смысл, прямое значение текста. Другой – это ремис – скрытый, глубокий, аллегорический смысл. Драж-медраж – это как раз вот «агада». Это некое такое иносказание, игра слов, использование софистических таких метафор, гомолитических толкований. И последний уровень – это сот, то есть некая такая скрытая тайна. Но что интересно, в христианстве всё это состоялось, конечно, в несколько в другом виде, но суть мало поменялась. Так, например, Блажен Августин сказал, что есть четыре способа изъяснения закона исторический, вот то, что у евреев пшат, аллегорический, аллегорический – это вот то, что драж-медраж, аналогический и этиологический. Эти два соответствуют двум другим. И Григорий Великий однажды произнёс такую фразу «По способу изложения Святое Писание возвышения всех наук, ибо в одном и том же речении могут присутствовать указания и на события, которые реально произошли, и на ту тайну аллегорическую, которую они за собой скрывают». Поэтому по одному тексту мы можем использовать все четыре метода возможного прочтения. Но так как для простых людей, для народа самый понятный способ постолкования текста – это именно притча, агада, медраж, рассказ, былина, повествование, то Христос, общаясь с простыми людьми, Он чаще именно приводит какие-то притчи. У него там была притча для домохозяек, когда женщина потеряла монету, потом берет веник, начинает искать. У него были притчи для рыбаков, там бросили сеть, поймали рыбу, теперь сидят на берегу, разбираются. Была притча для крестьян, то есть все было на злобу дня, все было очень понятно. А можно я вопрос из народа задам, как его часть? Ну вот все равно этот символизм, это иносказание, иносказательность, это некий шифр, который требует понимания. Почему нельзя было сказать прямо? Вот так-то, так-то и так-то. Я бы сказал, что это картинка, иллюстрация, более понятна, более распознаваемая простыми людьми. И я вам приведу пример. Вот в течение многих лет мы, священники, там произносим проповеди, а иногда нас задевает, и мы думаем, а вот запоминают ли люди то, что мы говорим? И когда мы начинаем расспрашивать наших прихожан, они не запоминают почти ничего, кроме примеров, которые мы приводим. Какой-то пример. Вот одна женщина, она решила, что будет молиться, пока Господь ее не услышит, вот так-то, так-то произошло. А вот какие-то там цитаты мы проводили из Писания, приводили, как мы пытались это осмыслить, там, как мы тут цитатку Златоуста вставили, вот это люди не запоминают. А вот притчи – это образный некий ряд, иконка, которая дает возможность образно как бы оценить тот или иной сюжет, ту или иную мысль. Поэтому в древней церкви, особенно фрески, они никогда не предназначались для такого же почитания, как, например, иконы. А фрески больше являлись такими слайд-шоу, потому что одна фреска продолжала другую фреску, есть целые такие, вот особенно на Святой Земле можно увидеть, целый ряд с масловой, там, я видел в одном монастыре Ждея Марии Египетской, прямо вот в таких как бы слайдах, фресках. то есть это иллюстративный материал, он очень доходчиво воспринимается, а потом отличительная особенность вот этих фресок, они всегда проецировали древность на наше настоящее. Царь Ирод сидит, а как он одет-то? Он одет, как русский царь-государь, а стоят охранники царя Ирода, или они там бегают за младенцами, а как они одеты, как русские воины, а как бояре одеты, с длинными рукавами, как русские бояре. То есть они проецировали вот эту древнюю реальность в этих образах на свое настоящее время. Перенос происходил как бы сюжета вот в эту реальность. И я думаю, что если бы в этой парадигме сейчас кто-то бы работал, то арест Христа в Гефсиманском саду не обошелся бы без спецназа с бронежилетами, с автоматами и так далее. Мне кажется, мы просто не знаем, кто-то и работает, наверное. Есть поэты в России, которые, по крайней мере, как-то в похожем жанре перерабатывают. Но в древности все было именно так. И, например, есть иллюстрированная Библия на французском языке, а она была составлена где-то там в XIV веке. Так вот, по этой Библии изучают французский костюм XIV века, потому что точно повторяются особенности того, как люди одевались в XIV веке. Вы имеете в виду миниатюры, которые были оформлены? все миниатюры, потому что переносы делались из реальности, в которой люди живут, в этих формах этой реальности. Давайте вспомним, какие притчи у нас непосредственно связаны с темой Царства Небесного. И что вообще Царство Небесное? Главная тема всех почти притч Христа, особенно XII, это Царство Небесное. Это притча о Сеятеле, Евангелие от Матфея, притча о невидимо растущем семене, Евангелие от Марка, притча о плевелах, опять Матфей, притча о зерне горчичном, Матфей, притча о рыбах, притча о рабах, получивших равную плату, притча о сокровище на скрытом поле, званый на брачный пир, закваска, о десяти девах, о жемчужине, о немилосердном должнике. И вот главная тема всех этих притч, которые связаны с Царством Небесным, это призыв выстроить правильную иерархию ценностей. Вот, например, притча о поле, где сокровище зарыто. Человек узнал, что вот на этом поле, на этом участке земли зарыто несметное сокровище. Он идет, все продает, чтобы купить это поле. В глазах всех соседей он как сумасшедший. Зачем ему это поле? Но он знает, зачем. Там зарыто сокровище. Так и откровение нашей веры, когда человек может оценить, что он получает во Христе и со Христом. И когда ради этого он от чего-то начинает отказываться, конечно, неверующий это не понимает. Как не понимали люди, когда человек хотел обязательно этот участок земли себе купить, но он знал, почему он это делает. Потому что логика верующего человека и логика стороннего человека это разная логика. Все-таки я не совсем понял, почему неверующему человеку это непонятно. Сама логика, как вы говорите, логика, она здесь абсолютно ясна. Но зачастую воспринимается как чудачество. Ну, чудачество, да, но все равно, может быть, это уже по прошествии многих столетий, в наше время и атеистическое сознание, и религиозное сознание, они все равно, там, прочитав большое количество литературы. Мне кажется, нам пора перестать говорить об атеистическом мировосприятии. Надо говорить о материалистическом мировосприятии. это более современно и более актуально. Никакого гос-атеизма уже нет. Ну да, материалистическое, да, хорошо, но человек все равно понимает, о чем идет речь и к чему здесь это сравнение приведено. Пускай даже... Так вот, притча может сказать стороннему, скажем так, наблюдателю за нами больше, значительно больше, чем прямой евангельский текст, описание каких-то чудес, потому что наше сознание устроено так, что какой-то пример, какой-то образ... Вот возьмите любого выступающего, там, я не беру религиозного деятеля, там, профессор, там, выходит на кафедру. Вот я слушал лекции Аверинцева, в МГУ будучи подростком ходил и слушал. Он обязательно начинал с какой-то шутки, с какого-то яркого примера. И что самое интересное, вот это все я запомнил. Так же Борис Александрович Рыбаков тоже делал, похоже. Таким образом устанавливаются какие-то отношения между говорящим и слушающим. И Христос не просто говорил притчу, он говорил притчи на злопу дня с рыбаками, он говорил о том, как бросили сеть. Если бы Христос жил бы в наше время, у него наверняка была бы притча о метрополитене. Одни едут в одну сторону, другие в другую. И то только для крупных городов. абсолютно одинаково. В крупных городах? Не везде есть метрополитен. Была бы притча для людей, которые живут в заброшенных городах. В колхозе еще. Да, в каком-нибудь заброшенном колхозе, где давно никто не пашет, не сеет. Я предлагаю рассмотреть небольшую притчу из 13 главы от Матфея и об очень маленьком веществе. Это притча о горчичном зерне. Иную притчу предложил он им, говоря, «Царство небесное подобно зерну горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя меньше всех семян, но когда вырастает, бывает больше всех злаков и становится дерево, так что прилетают птицы небесные и укрываются в ветвях его». Совершенно очевидно, что никто не видел никогда такое горчичное дерево таких огромных размеров, что там птицы прилетают и укрываются. А как выглядит горчичное дерево? Я думаю, что, вот я, например, плохо себе представляю, как оно выглядит, я думаю, что многие наши слушатели тоже... Я вообще думал, что это маленькое такое растение высотой с морковкой и сверклой. Это именно метафора, это именно нам предлагается метафора, чтобы мы оценили вот смысл этих слов. Когда вера проникает в сердце человека, она и не является верой по-настоящему, это доверие некое, это некий интерес, это некое любопытство, это некая интеллектуальная интрига такая возникла, а что, если всё это правда? А потом это вырастает в нечто большее, как сказано, вера от слышания, слышание от Слова Божия. И всё начинается именно с некоего решения, когда я соглашаюсь с какой-то религиозной концепцией, или я продолжаю с ней спорить. Кстати, если человек продолжает спорить с религиозной концепцией, на самом деле это хороший признак, потому что в притче о посеятелях, те, которые сразу принимают посеянное, они очень быстро всё и теряют. А те, которые, может быть, они с трудом воспринимают, может быть, у них есть вопросы, может быть, даже они приняли религиозную концепцию, но вопросы остались. Как один человек после крещения ко мне подошёл, он сказал, да, я себя чувствую христианином, но христианином, взыскующим христианство. Я понимаю, что это океан. Вы меня покрестили где-то с краешку этого океана, а теперь мне надо всё это как-то осмыслить, пропустить через своё сердце. Поэтому мы не должны бояться вопрошающих людей. Мы с большим подозрением должны относиться к людям, которые уж слишком резко с каким-то таким энтузиазмом всё воспринимают, что называется, на ура. Ну, у каждого свой характер. Да, но тут могут быть какие-то подводные камни, какая-то мотивация, которую мы не можем понять. А это не только к религии применимо, это каждый раз, когда мы погружаемся во что-то новое, для себя необъятное, мы прочитали инструкцию по применению, и уже кажется, что мы можем другим людям объяснить, как это работает. А на самом деле, когда что-то ломается, или мы начинаем разбираться глубже, понимаем, что ничего не знаем. Так же, наверное, и здесь. Кто-то даже инструкции не читает. Кто-то да. Есть очень сложная притча о неправедном богатстве. Приобретайте себе друзей богатством неправедным. Казалось бы, а чему она может нас научить эта притча? Не является ли она апологией чего-то плохого? Но когда мы начинаем изучать ту или иную притчу вместе со святыми отцами, и даже внимательно вчитываться в текст притчи, мы начинаем понимать, что речь-то идёт, в общем-то, о метафорах. Ну, нету такого огромного горчичного дерева, в котором птицы могут укрываться. Только что, проверил Википедию, нету. А потом, смотрите, притча о неправедном богатстве, там говорится, вот, списывай там всем долги, чтобы, когда ты обнищаешь вот те, которым ты помог, они бы заступили за тебя и приняли бы тебя в небесные обители, как-то в небесные обители. Что, я ангелам какие-то долги списываю, потом они меня там вознесут? Вот такие моменты называются ремис. Ремис, это означает некий намёк, то есть речь-то идёт не о горчичном кусте, а о чём-то большем. Речь идёт о небесных обителях. Значит, богатство неправедное, это не какая-то махинация, а прямой столкование, что такое богатство неправедное. Святцы говорят, всё, что ты имеешь в этой жизни, это неправедное богатство. Ты родился в эту жизнь, ты не оплатил возможность видеть, слышать, обонять, осизать. Всё это неправедно, потому что это данность, это не заработал. И вот это Бога ты должен вернуть Богу. Ну вот что значит не заработал? Ну я же этого и не просил, с другой стороны. Жизнь это дар от избытка божественной благости. Бог творит мир не в том смысле, что Богу чего-то не хватало. Это именно избыток божественной благости. И Бог из небытия в бытие творит мир, чтобы поделиться вот этим избытком божественной благости любви лиц Святой Троицы. Сотворим человека. по образу нашему, по подобию нашему. И в то же время, когда Бог творит мир, Бог как бы немножко устраняется. Мы не созерцаем Бога в этом мире. Напротив, мы созерцаем Бога рассматривание творения. А теперь главная тема притча о Царстве Божьем. А что это за тема? Что это за тема о Царстве Божьем? Отец Олег сейчас отвечает на вопрос, которым я, не будем говорить, сколько лет назад, поставила в тупик родителей, и ответ не получила. Буквально научившись говорить, я задала вопрос, а почему я пришла из небытия в бытие родителям? Немножко другими словами сформулировав, доступными, не получила ответ, вот отец Олег сейчас ответил так интересно. А все-таки вернемся к последней теме. Царствие Божие приблизилось, с этого начинается проповедь Евангелия. Об этом говорит Анкриститель, об этом говорит сам Христос. Царствие Божие это абсолютный теократический порядок, который рано или поздно установится яко на небеси и на земли. Страшно звучит. про на земли. И когда каждый день мы читаем слова этой молитвы Господней, и там эти слова яко на небеси и на земли, вместе с нами святитель Филарет Дроздов спрашивает, а как на небеси? Мы же это хотим спроецировать на землю, яко на небеси и на земли. И отвечает, на небеси мятеж Люцифера и последовавших за ним бесов подавлен, они сброшены архангелом Михаилом в пространство между небом и землёю, но на земле тоже возник мятеж, отчаг сопротивления Богу. Это грехопадение наших прародителей Адама и Евы, как сказано, как в Адаме все умирают. И когда мы просим Бога, чтобы было в царстве его, воле его, яко на небеси и на земле, чтобы теократический порядок, который воцарился на небесах после подавления вот этого мятежа, он бы рано или поздно воцарился на земле. Но это скорее речь идёт, наверное, про сердца людей, а не про целые страны. Прежде всего сердца людей. Потому что сказано, что проповедовать Евангелие мы должны до края земли. Но, как мы знаем, земля круглая. Поэтому край земли – это дойти до каждого сердца, докричаться, достучаться до каждого сердца. И сердце человека и есть поле битвы. Это настоящее поле битвы. И здесь как раз всё решается. Или человек остаётся в падшем состоянии, тогда ничего хорошего в его сердце не обнаруживается, как Христос говорит, из сердца исходит. Там убийства, кражи, там блуд. И в то же время сказано, верою вселиться Христу в сердца ваши. Или в моём сердце в мире чувства царствуют какие-то животные инстинкты, начало, и этим всё ограничивается. Или Христос, Бога Слова воцаряется в моём сердце, в моей жизни. И действительно, я могу быть кем-то или чем-то во Христе, и я никто, ничто вне Христа. У нас есть двенадцать притч, в которых рассказывается о Царстве Небесном. Но есть ещё сопроводительные притчи, которые напрямую не связаны с этой темой. Например, притчи о богаче и Лазаре, и подобные притчи есть не только в Евангелиях, но и в других книгах Ветхого Завета. Например, есть такая поэтическая притча, как деревья решили избрать царя дерева. И вот они все собрались, обсуждают, шумят ветвями. И таких образов поэтических очень много на страницах Священного Писания. Но нас сегодня интересуют притчи, которые имеют тему Царствия Божия. А если мы посмотрим все двенадцать притч, разберём их, нам станет понятнее, что же такое Царствие Небесное или всё-таки нет, пока мы сами не окажемся где-то рядом? Я думаю, станет. Если очень схематично и коротко, Царствие Небесное – это то, что сеется. Как слово Евангелие достигается нас, это семя проникает в наше сознание. Процесс роста – это невидимый процесс. Марк 4, 26-29 говорится о том, что как это растёт, мы не видим. Это внутренний процесс. Притча о плевелах говорит нам о том, что будет сопротивление этому росту. Там, где ростки, там появятся и плевелы. Причём, на начальной стадии отличить плевело от пшеницы практически невозможно. и есть опасность, что выдёргивая плевелом, будем выдёргивать пшеницу. Отличить может только тогда, когда пшеница налилась зёрнами, а плевела остались плевелами. Притча о зерне-горчичном говорит о том, что начало может быть как бы и незаметным. Это событие, на которое, может быть, никто не обратит внимание, и даже мы сами не поймём, какое значение имеет эта мысль такая незначительная внешне, которая возникла. Притча о рыбаках, которые бросили сеть в море. Да, они уловили много рыбы, но не каждая годна. Как был такой момент, очень многих крестили, крестили, но мы не видели потом, но мы не видели потом многих из этих людей в наших храмах. Притча о рабах, получивших равную плату. Да, Господь наградит нас всех. Кто-то трудился всю жизнь, родился в религиозной семье, а кто-то на склоне лет пришёл в церковь, но Господь нелицеприятен. Притча сокровища на поле, сокрытое сокровище, это притча о том, как важно оценить то, что мы имеем во Христе. О званных на брачный пир мы такими, может быть, не оказались, может быть, мы как раз были незваные, а потом нас пригласили на этот брачный пир, и мы должны ответственно отнестись к этому мессианскому пиру. Притча о закваске о десяти девах, среди которых пять было разумных и пять неразумных, и все они ожидали, когда придёт жених, и разумные они запаслись маслом для своих светильников, а неразумные этого не сделали, и когда все жених грядёт полуночи, одни оказались готовы, другие нет. Притча о жемчужине, она перекликается с притчей о сокровище, зарытом на поле, и притчей о немилосердном должнике, когда человек получил прощение от своего господина, но сам не способен прощать. Пережив Божью благодать, он не продолжает её в своей жизни, он остаётся жестоким деспотом по отношению к другим людям, то есть став христианином, он не поменял своих нравственных качеств, и для него это оборачивается потерей царствия Божия. Собственно говоря, святоотеческая традиция знает разные формы управления, монархия, плутократия, это власть жуликов, олигархия, власть аристократов, есть управление судей, есть управление теократических царей, непосредственно поставленных от Бога, и как высшая форма управления это теократия, власть создателя. Но сам принцип власти, любой власти проистекает от Бога. И в Писании подчеркивается, что если бы над людьми не было бы правителей, даже, может быть, слишком далеких от религии, то люди бы уничтожали друг друга, пожирали бы друг друга. Сейчас задам вопрос, немного не связанный, наверное, с темой нашей программы, но все равно, как же демократические формы, которые прекрасно знали греки, и это было еще в дохристианское время, и, соответственно, иудейские иудеи тоже представляли, жители иудеи, некоторые хорошо себе представляли подобные формы правления, как демократия. На самом деле, это было такое ноу-хау греческих полисов. Это была городская форма управления. Она никогда не работала в период войны, например. Если, значит, там спартанцы выбирают человека, который будет отвечать за водопровод, да, конечно, они самым демократическим путем осуществят этот выбор. Но если началась война, то царь спарты сам назначает время и место, где войска собираются, куда они отправляются. Но в церковном понимании то, что сейчас называется демократия, это принцип соборности, соборного согласия верующих по каким-то основополагающим вопросам. и само название церкви экклесия, что такое экклесия дохристианства, это демократический акт, когда имеющие право голосовать мужчины, ни рабы, ни женщины, собирались посреди греческого полиса и общим голосованием принимали решения. Но христианская соборность шире греческая оказалась, потому что учитываются интересы и наших сестер в вере, и мы знаем, что когда Дух Святой сходит на апостолов, они пребывают в общении с Пресвятой Девой Марией. Поэтому в христианском понимании и господин, и раб, и скиф, и варвар оказывались в этом соборном единении друг с другом, ибо во Христе нету ни тех, ни других. Поэтому христианское понимание соборности значительно выше вот той демократии античного мира в понимании людей того времени. У меня было некое техническое замечание, правда, мы уже достаточно далеко от этого ушли, но вот снова вернулись. Вы сказали, что Господь нелицеприятен, а у нас современная языковая реальность такова, что большинство людей слово нелицеприятный воспринимают в значении неприятный, строгий, а на самом деле слово нелицеприятный означает справедливый и беспристрастный. Вот я бы хотела об этом поговорить. Есть несколько слов, которые сейчас имеют противоположное значение. Например, слово презирает. Презирает, это означает заботиться. Кого презирали? Вдов и сирот. Дом презрения. Как присматривали. Дом презрения, да. За ними присматривают, оказывают заботу о них. А в советское время, кстати, церкви запретили заниматься благотворительностью. И это было уголовно-наказуемое преступление. Если церковь бы занималась благотворительностью, даже отдельно взятый храм, судил бы деньги ветерану войны, например. За это могли подвергнуть судебному преследованию. Таких слов очень много на самом деле. Или слово, например, превращать. изначальный смысл превращать в Синодальной Библии искажать. Превращают, как и прочие писания. Один корень со враньем. То есть внешне это может выглядеть сейчас совсем иначе, но когда мы смотрим значение слова даже по Синодальной Библии, мы иногда обнаруживаем, что смысл меняется до неузнаваемости. А я уж не говорю в сравнении со славянскими словами. Глумиться это означает рассуждать о божественном. Исак, который выходит встречать Ревеку, он выходит поглумиться, то есть помолиться, чтобы невеста была такой, какой он хочет иметь невесту. А сейчас глумиться это издеваться, это позорить, это что-то такое. И вот слово позорить опять, да, вы упомянули, которое тоже переменило свое значение. Но, кстати, в южнославянских языках многие из этих слов остались в своем первоначальном значении. В основном, конечно, многие слова сохраняются в прежнем значении, но, мне кажется, нам надо всегда отслеживать такие слова, которые приобрели немножко другое значение. И в современных изданиях синодальной Библии вот случай, например, там, превращают Писание, сейчас слово превращают, это как бы какой-то акт волшебства, ссылочку давать, искажают. И таких текстов достаточно много в Священном Писании. Но человек, который читает Библию и по-славянски, и по-русски, он видит весь объем слова. И он не перепутает газетный язык даже с литературным языком XIX века, на котором написана Библия синодальная. Господь нелицеприятен, это означает, что Господь не взирает на лица. Он не взирает на лица, он справедливо относится к каждому человеку, он не оценивает человека по его теперешнему положению и состоянию. Он промышляет о каждом творении, не только о людях, о птицах небесных, о зверях полевых и так далее. Давайте вернемся к притчам и притчам о Царстве Небесном. В 12-тих мы еще раз напомним нашим слушателям, что всего именно притч в Евангелии находится 12. О Царстве Небесном. О Царстве Небесном. А есть же еще не синаптические Евангелия, так называемые апокрифы. Там можно встретить подобные притчи, ведь некоторые апокрифы по своему созданию тяготеют к каноническим Евангелиям. А я читал очень красивое выражение притчи, это апокрифическое Евангелие от Фомы, там сказано так, помните известное высказывание Христа в канонических Евангелиях, Царствие Божие внутрь вас есть. А в апокрифическом Евангелии Филиппа там сказано так, «Если тебе скажут, что Царствие Божие на небе, не верь тебя, птицы опередят. Если тебе скажут, что Царствие Божие в воде, не верь тебя, рыбы опередят. «Если тебе скажут, что Царствие Божие в земле, не верят тебя, пресмыкающиеся передят. Царствие Божие внутрь вас есть». То есть мы видим как бы канонический текст, и он имеет обрамление некой такой притчи, которая помогает человеку лучше усвоить эти слова Христа. А что значит Царствие Божие внутрь нас? Если я буду искать на небе, буду искать в воде, где-то ещё, я не обращу внимания на своё собственное сердце, а ведь именно верою надо вселиться Христу в сердце наш. Таким образом, притча, она помогает нам лучше понять смысл слов Христа, и с простыми людьми он так и разговаривает именно с помощью притчи. Блаженный Феофилакт писал, приведено пророчество, было пророчество о том, что Мессия будет говорить в притчах. «Всё сие Иисус говорил народу притчами, и беспритч не говорил им. И было пророчество, что Мессия в притчах отверзнет уста». И блаженный Феофилакт пишет, приведено пророчество, которое заранее говорило о том, как Иисус имел учить именно притчами, чтобы ты не подумал, что Христос изобрёл некоторый новый способ относительно научения. А мы уже выяснили, что жанр притч существовал и в ветхозаветные времена. Слово «да» принимай, что оно употреблено для обозначения не причины, но следствия, вытекающего из известного факта. Ибо Христос учил таким образом не для того, чтобы исполнилось пророчество, но так, как Он учил в притчах, то из дела оказалось, что пророчество исполнилось на нём. «Без притчи не говорил им, сказано, только в то время, ибо Он не всегда говорил в притчах, изрёк же Господь то, что было сокрытым от сотворения мира в притчах, ибо Он Сам явил нам небесные тайны самим собою». То есть Он сам был как бы некой притчей, загадкой, которую надо было разгадать, и иногда он спрашивал учеников, «А вы за кого почитаете меня?» И они говорили, вот в народе разные там представления есть. То есть от человека всегда требуется рассуждение, и когда человек употребляет рассуждение, с помощью притчи ему лучше обнаружить подлинный смысл, который, может быть, не лежит на поверхности. А что такое рассуждение? Рассуждение – это когда мы начинаем некий мысленный процесс внутри себя. Вот, например, апостол Павел пишет, «Кто будет есть и пить, имеется в виду святое причастие, не рассуждая о теле и крови, тот будет есть и пить в осуждение, поэтому многие болеют и даже умирают». Что же это означает? Я должен стоять на литургии и думать о том, как вот Господь страдал, и если я забыл и подошёл, причастился, я заболею или даже помру. Имеется в виду, что сам строй литургии предлагает нам такое рассуждение, когда мы слышим слова «Сие есть тело мое, сия есть кровь моя, призыв святая святым». Это осознанность? То есть церковь рассуждает вот этими литургическими текстами вместе с нами, даёт нам образы, даже вот выносят Евангелие, перед Евангелием свеча, она символизирует вифлеемский свет, вифлеемскую звезду. И мы следуем как бы вместе с волхвами за этой звездою, чтобы постичь свят Евангелие. Если подбирать синонимы, это осознанность, это какая-то внутренняя концентрация? Что это? Это именно рассуждение в том смысле, что мы концентрируем своё внимание, да, я с вами согласен, это некая концентрация на неких темах, сюжетных линиях. И здесь как бы задействовано всё. Рассуждение идёт на уровне иконы, которая выставляется в этот день, рассуждение идёт на уровне кождение Ладаном. И вот эти облака Ладана – это образ благодати, который почти осязаемо наполняет. Благоухание – это указание на красоту таинства, окропление водою, как бы мир творится заново, чаша выносится, сия есть тело, сия есть кровь, под видом вина и хлеба. Вот 12 – это же тоже символичное число? Или вот 12 и 12? Число 12, прежде всего, указывает на две группы людей. Это 12 сыновей Израиля Иакова и 12 апостолов Иисуса Христа. А там действительно есть такой символизм или так совпало? Это совпадает в апокалипсисе, где перед престолом 24 старца поклоняются Иисусу Христу, а церковь объясняет 24 старца. Это 12 сыновей патриарха Иакова Израиля и 12 апостолов Иисуса Христа. Нам трудно судить, что количество притч о Царстве Божьем, именно 12, связано ли это с апостолами или нет. Но апостолы, живя на земле, уже были подданными этого Царствия. Ведь Царствие-то Божие начинается внутрь нас, и если человек, живя на земле, осознаёт себя уже подданным этого Царства, как бы имеет гражданство, он имеет над собою Царя, Царей, Правителем. Это человек, который, прежде всего, всегда будет выстраивать правильную иерархию ценностей, что на первом месте, что на втором, а что на третьем. Поэтому для христиан было важно осознавать, что они подданные Христа прежде всего. Да, они были хорошие граждане своей страны, это без сомнения, но в той части светских законов, которые не противоречили заповедям Бога, а там, где светские законы античного мира противоречили заповедям Божьим, христиане оставляли за собой право не соглашаться с этим. И некоторые шли на муки и даже на смерть. Представьте себе, человек гордится своим паспортом. Маяковский в своё время написал. Я на Союзе широких штанин. Да, завидуете, я гражданин Советского Союза. Сейчас кто-то, наверное, гордится российским паспортом. Чаще американским или британским. А что такое быть потен в Царстве Божие? Это иметь самое привилегированное гражданство, которому причастны не только святые, но и ангелы. В Библии сказано, что быть подданным Царстве Божиим – это быть согражданином и святым, и самим ангелом, небожителем. А в каком случае мы становимся подданными этого Царства, когда Христос царствует в наших сердцах, а не грех царствует в наших сердцах, когда мы выстраиваем правильную иерархию ценностей и ей подчиняем свою жизнь? Ну, в таком случае всё-таки сравнение с паспортом, оно не совсем точное, потому что в нашей жизни всё меняется. Мы падаем, встаём, падаем, встаём. Паспорт нельзя забрать, дать, забрать, дать. А в душе нашей, получается, Христа может не быть, и в это состояние мы можем несколько раз пройти. На самом деле, у нас даже не прописано, за какое преступление человека можно точно лишить гражданства. Чаще обозначен срок наказания, а лишение гражданства – это что-то очень серьёзное. Да. Как же антиматствования всякие. Но смотрите, когда апостолы однажды пришли, сотворив много чудес, Христос им сказал, не тому радуйтесь, что чудеса творите, а тому радуйтесь, что ваши имена записаны в книге жизни. Конечно, имя может быть и сглажено, но это не так, что шаг влево, шаг вправо, значит, побег, прыжок на месте, провокация. Господь сразу не наказывает человека. В Библии сказано, за третье, четвёртое не пощажу. Почему так сказано у малых пороков? Потому что если человек один раз согрешил, второй раз, Господь ещё долго терпит. А вот когда третий, четвёртый, то есть это уже превращается в некий образ жизни, здесь пойдут наказания. И то это не отлучает человека от благости Божьей. Пока человек жив, вот это гражданство, если он крещён, оно сохраняется. Он плохой гражданин в этом царстве Христа, но он не изгоняется, если он, несмотря на свои падения, всё время стремится восстановить свой статус. А когда жизнь закончилась, что с этим гражданством происходит, как оно рассматривается? Мы переходим из жизни в жизнь. Для христианина, собственно говоря, смерти нет. И вечная жизнь в Царстве Божьем начинается в этой временной жизни. Когда мы причащаемся тела и крови, разве мы не становимся участниками царского, мессианского, небесного пира, о котором Христос говорил, я буду пить вино в Царстве Отца Моего Небесного. То есть уже здесь, на земле, мы царственное священство, все крещённые царственное священство по благодати. И это достоинство, мы облекаемся в него, пройдя через крещение, избавившись от всех других прежних моментов, и таинство мира помазания, особое таинство благодати, делает нас царями и священниками. Это не просто из широких штанин я что-то достаю, а это то, что становится частью моего бытия, я не мыслю себя вне этого. Если какой-то разрыв на мгновение происходит, что мы делаем? Мы бежим на исповедь. Иногда человек опасается, что он не добежит, звонит батюшке по телефону, благословите, я приеду, благословите, я по телефону всё готов рассказать. Священники отказываются иногда, говорят, мы не можем обеспечить тайну исповеди. А эти люди говорят, да мы готовы всему миру открыто кричать о своих грехах, только бы Христос простил нас. Часто такое бывает? Бывает, когда особенно люди вот в летний период, они далеко уезжают от своих приходов, и не везде есть храмы, и они начинают звонить, настаивать, но мы обязаны их отговаривать, потому что священник должен обеспечить тайну исповеди. Я не могу обеспечить тайну исповеди. Товарищ майор. Если там третий участник, может быть, нашего диалога, мы же не знаем, как всё это работает. Но если человек заявляет, а я готов открыто каяться, человек, в принципе, и в храме может открыто каяться. А что это за форма вообще открытого покаяния? В древности так было принято, когда человек особенно вступал в монашескую обитель, он открыто рассказывал о всех своих падениях, чтобы все понимали, что это не ангел очередной спорхнул с небес, прилетел в их монастырь, а такой же грешник, как они все. И читалось над ним разрешительное молитвы, и в этом случае ему разрешалось даже рассказывать о грехах, в которых он уже исповедовался, чтобы все чувствовали, что они в одном состоянии. Есть описание, как исповедь происходила в Кронштадте, в Андреевском соборе. И один мужчина посетил эту исповедь, её делал Иоанн Кронштадтский. Это была общая исповедь, Синод разрешал ему за многолюдством народа. И вот этот человек описывает. Значит, гасятся все лампады, все свечи, горит лампада перед иконой Христа на иконостасе и перед иконой Божьей Матери. И свечка стоит, аналой Креста Евангелия. И голос батюшки Иоанна – «Кайтеся!» И люди начинают кричать. Справа женщина кричит, что она младенчика вытравила. Слева пожилой голос кричит, что он невестку сына своего совращал. И человек описывает свои чувства. Кто-то кричит детским голосом, что он воровал. Кто-то ещё что-то. И первое желание – выскочить из такого сообщества грешников. А потом заглядываю в себя и начинаю кричать. «Я это сделал, да я хуже всех!» И весь храм. А потом батюшка читал общую разрешительную молитву. И люди, как бы побывав в аду, вот такой всеобщей, падшей во грехе реальности, обретали свет, зажигали опять светильники, свет наполнял храм, просветлевшие лица. И только вот потоки слёз ещё сохраняются, капельки дрожат на бороде, на платке и так далее. А как сейчас церковь относится к общим исповедям? Они же немножко по-другому. Это было исключительное решение. Это было исключительное решение, потому что многие люди хотели исповедиться непременно у отца Иоанна Коростасского. Нет, а именно к общим исповедям. В советское время их часто довольно проводили в храмах, а сейчас... Сейчас к общей исповеди относятся не так положительно, как в советское время. В советское время это была некая необходимость. Я объясню, почему. Храмов-то было мало, а исповедников много. Поэтому задача заключалась в том, чтобы священник на общей исповеди назвал бы основные грехи, а люди бы отвечали бы хором грешен, 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 грешен. Но даже общая исповедь предполагала, если человек подходит, когда и Патрахилю на кровать читает разрешительную молитву, он мог сказать, у меня есть дополнение к общей исповеди. И он это говорил. Сейчас храмов, слава Богу, становится всё больше и больше. И необходимость в общей исповеди отпадает. И сейчас во многих храмах рекомендуют исповедоваться не в день причастия, а накануне вечером, после всеношной, священник остаётся в храме и сидит там 2-3 часа, принимает исповеди верующих. Это в порядке вещей. Я знаю даже храмы, где в день литургии исповеди может и не быть. Например, в Великий четверг. Потому что рассчитано... Действительно, священники дежурят допоздна, до 2-х часов, до 3-х часов ночи иногда, пока все не исповедуются. Но считается, что на следующий день во время праздничной литургии все должны быть сконцентрированы уже на другом. Я служил, когда на ордынке всех скорбящих радостей. Я начинаю исповедь пол девятого, предположим, и за полтора часа я должен окончить. К молитве Отче наше я должен окончить. А передо мной 200 человек стоит. Как я могу это сделать? Ну, иногда мы троём исповедовали, там, вдвоём исповедовали. Как получалось? Ну, так и сейчас в больших храмах. Так вот, сейчас стали рекомендовать нам, представители священноначалия, исповедовать в другие дни, назначать такие дни. Дежурство священников тоже устанавливается, потому что человек может воспользоваться дежурством священника и прийти на исповедь. Кстати, всем я советую, которые ни разу не исповедовались, никогда не идите на исповедь в праздничный день. Придите на буднях, когда в храме почти никого нету. И помогающий священник уделит вам больше значительного внимания, чем нежели вы вот решили на праздник прям прийти и царжественно поисповедоваться. Спасибо большое. Мы уже будем заканчивать программу. Напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня был протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Претечи в Сокольниках, писатель, публицист, миссионер. Спасибо большое. Лиза Горская. Алексей Пичугин. Всего хорошего. Спасибо, Христос. Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо, Христос.